доброе утро дорогие друзья сегодня я нагло проспал потому что очень поздно вернулись вчера в газе мы жарили на 350 почти человек шашлыки ну урок уроком немножечко хочу рассказать о благотворительности сначала два слова история в 2 часа ночи в гостиницу бархорс отель где остановился очень известный еврейский богач филантроп гавриэль майн рахт даже не так он майн райх вот так постучали тихонечко накануне днем габриэль подписал супер важный контракт приобретение недвижимости готовил его примерно полгода стоимость контракта потрясала воображение 100 миллионов долларов это в те времена это вообще невероятно это один из самых очень таких удачных дней в жизни этого бизнесмена волнение давали ему уснуть и хотя стук был тихий он услышал перед коммерсантом стоял рыбы один из крупнейших хасидских рыбы с которым он был давно знаком что привело за полночь уже там все это рыба виновата улыбнулся и мягко говорит габриэль я только хотел тебе сказать мазалтов я услышал какую отличную сделку ты совершил и пусть тебе дальше тоже сопутствует удача от слуха вы оброход безупречное воспитание не позволяла габриэлю быстро прервать эту ночную встречу он пригласил зайти в гости к нему на минутку рыбы давайте сделаем маленький выхайм почему маленький говорит давай сделаем большой их и габриэль усадил его станете ребер большое пришло стал терпеливо слушать начал говорить ему печальный рассказ который можно многие бизнесмены знают о чем разговор тяжелое финансовое положение в котором оказалась община нет денег для зарплаты учителям торы многие семьи ниже черты бедности все грубые погружаются в безнадежность долги растут габриэль сочувственно выслушал монолог рыбы выписал ему банковский счет на круглую сумму это было щедрое пожертвование даже по меркам такого выдающегося филантропа как майнрайхт но вручая чек на время уроку стал рыбы я готов помочь в любое время дня и ночи но мне хотелось бы спросить вас разве не могу это подождать до утра и рыба говорит сейчас габриэль вы считаете деньги прибылью но уже завтра они станут капиталом а люди очень неохотно расходуют капитал даже на отзаку в сегодняшнем недельной главе нам рассказывают вот порочные черты такие вот которые иногда бывают спросили в прошлой главе нам рассказывали раньше про фараонов про всяких патологически неблагодарные люди закабалив евреев он забыл что именно йосиф спас египтян от голода не просто спас а используя ситуацию которая оказалась сопредельные страны превратил в египет ну наверное в одной из самых могущественных процветающих империи древнего мира но из-за своего злобного характера да и упрямство он пренебрег уроками первых семи египетских казней и в результате бог ожесточил его сердце и лишил его свободы выбора который обладают все люди от рождения никто из нас не застрахован от забывчивости когда речь идет о благодарности особенно благодарность за полученную помощь человеческая память она очень гибкая можно сказать даже но изворотливая дом и мы слишком часто думаем что нажитое нами это наш капитал обычно это нет не капитал это не гарантированная порой недолговечная прибыль наоборот когда мы получаем какие-то деньги каждый заработанный нами доллар шекель там это дар бога который посылает нам его поэтому не грех поделиться с другими этим даром не превращая его в неприкосновенный капитал с точки зрения простых цифр может показаться что благотворительность ухудшает финансовое положение человека но если мы признаем что божье благословение является ай поверьте мне это я в этом убедился абсолютно нему ум не разум только сверху браха является источником любого дохода то благотворительность следует рассматривать как самое разумное вложение капитала мудрецы говорят что человек который если у него возникают не дай бог финансовые трудности должен немедленно увеличить свой вклад благотворительной цели и тогда он может рассчитывать на божье благословение ну вот примерно так браха вы от слаха